Ну, вот у тебя есть одна песня, которая очень мудрая, с ней связана какая-то история. У меня есть, ну, у меня вообще все песни любимые, но есть такая абсолютно народная песня, которая называется «Нельзя любить чужого мужа». Ну, правильно, нельзя, конечно, нельзя. Я согласна. Да, я хочу сказать, что я прилетела на гастроли, причём я прилетела в Тюмень. Вечером у меня было два концерта, я прилетела с коллективом. Нас повезли в такой загородный, типа гостиница, типа пансионата какого-то элегантного. В общем, это было в 7 утра, учитывая, что в 4 у меня был концерт, и в 7. И, в общем, я мечтала только о элементарном, так сказать, как бы выспаться, ещё что-то. И мы туда вошли, там вообще никого не было. Мы стучали, стучали. И причём нас встречал администратор. Наконец там нам открыл какой-то человек дверь. Мы туда вошли в надежде что-то как-то вот пережить этот вообще ужас. И вдруг из глубины появилась такая вальяжная, не выспавшаяся дама. У неё была такая блондинка с клоченными волосами. Она такая позёвала, медленно шла к нам в таком типа фенюаре, да, администратор. Она говорит, ну что, вы приехали? Так очень вял на нас посмотрел, что мы её разбудили. Ну, приехали. И вдруг она наткнулась на меня, говорит, о, и вы приехали. И вы приехали. Я говорю, да. И вдруг она так встрепенула, сказала, а скажите, вы сегодня будете петь нельзя любить чужого мужа? Я говорю, ну, наверное. Думаю, ёлки-палки, скорее бы уже. Да, наверное, сказала я вежливо. И вдруг она так, абсолютно поменявшись энергией походки, подошла, шабанула так кулаком по столу, сказала, спойте, а то наболело. Роксана, спойте как раз и нам, наболело. Наболело. Ну, раз мы пролел и споем. Может, это и смешно, да невесело. Вы пришли, и я окно занавесила, отключила телефон в тёмной комнате. Вы, наверное, до сих пор помните. А в голове, а в голове звенит и крожит. Нельзя любить, нельзя любить чужого мужа. Старо, как мир, старо, как мир, как мир неного. Не тронь его, не тронь его, не тронь чужого. Не тронь чужого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ